Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны. Поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы — учитель Перри Стоун. И снова мы приветствуем вас со Святой Земли. И это наш тур для партнеров. С нами около 160 партнеров нашего служения «Голос евангелизма». Возможно, вы заметили, что у меня слегка хрипший голос, поэтому сегодня я верю, что Бог поможет мне проповедовать и донести вам это послание. Я знаю, что эти ребята молятся за меня, и скоро мне станет легче, потому что у нас впереди еще много мест, которые мы должны посетить. Сразу за моей спиной находится Иерихонская гора. Это город, который Иисус Новин завоевал. Есть также другая Иерихонская гора времен Иисуса в нескольких километрах отсюда. Это два разных места. Сегодня я хочу говорить о ловушке запоздалых благословений. Ловушка запоздалых благословений. Давайте рассмотрим книгу Иисуса Новина, вторую главу. Прочту вам это место. Это разговор с блудницей Рааф. Два заглядатая пришли к ней в дом. Там их никто не стал бы искать. В Иерихоне было много чужеземцев. Они решили скрыться в самом безопасном месте. Когда Рааф понимает, что эти люди евреи, и что они должны были прийти сюда еще 40 лет назад, вот что она им говорит. «Вы должны сохранить мою жизнь». Кстати, мы прочитаем с вами о царе Оге. Давайте читать. «И сказала им, «Я знаю, что Господь отдал землю эту вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость, ибо мы слышали, как Господь иссушил перед вами воду Красного моря, когда вышли из Египта. И как поступили вы с двумя царями аморийскими за Иорданом, Сигоном и Огом? Итак, Ог был Исполином. Его постель была более 4 метров длиной, так что его рост мог быть метра 3,5, которых вы истребили, когда мы услышали об этом, а было это не сейчас, а еще 40 лет тому назад, ослабило сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас, ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе верху и на земле внизу». Дело в том, что Бог уже внушил страх и ужас в сердцах хананеев по отношению к евреям. Они боялись, что они захватят город, заявят о своих правах и потребуют от них оставить город в течение 24 часов. Бог уже внушил им страх, но они забыли об услышанном. Прошло 40 лет, а люди — существа забывчивые, однако Рааф не забыла. Прошло 40 лет, и хананеи уже их не боялись. Они уже не были полны ужаса, и когда те ворвались в город, все племена хотели с ними сражаться, потому что подросло новое поколение, которое не слышало о том, что Господь сотворил 40 лет тому назад. Если бы они помнили, что произошло тогда, они бы знали, что сопротивляться бесполезно, что народ Божий в любом случае захватит землю. У Бога был сумасшедший план захвата земли обетованной, состоящий из трех шагов. Бог дает им три шага, «Как завоевать эту землю?» «Пошлю пред тобою шершней, и они погонят от лица твоего народа». Это книга Исход. Еще там это говорится. В 23 главе, 28 стихе, говорится вот что. «Не выгоню их от тебя в один год, чтобы не умножились против тебя звери». Ранее авторы говорят о том, что укус этих шершней повергал боевого коня на колени. Это было больно. Представьте себе Божий план. Он пошлет в землю обетованную шершней, насекомых, чтобы все жалили врагов народа Божьего. Жали их, а не выгонят их из их городов. Я согласен, план, конечно же, безумный. Исход, 15 глава, 14 стих. Бог говорит, что внушит страх в сердцах людей. Это то, что произошло в Иерихоне. Бог говорит, когда они увидят, что вы близко, то сдадутся, зная, что я сотворил в Египте. Я помню, во время войны в Персидском заливе Саддам говорил, «Только попробуйте, мы дадим отпор». Но когда пришли наши войска, весь Ирак вышел с поднятыми руками. Они сильно испугались, увидев войска Соединенных Штатов Америки. Большинство из них в пустыне даже не сопротивлялись. Они опустили свои орудия и просто сдались. Если бы народ Израиля еще тогда послушал Бога, они бы зашли в обетованную землю в предназначенное время. Это произошло бы еще тогда, в те времена. Не стоит забывать о сверхъестественном вмешательстве Бога. Далее у нас идет Исход, 33 глава, 2 стих, где говорится, «Я пошлю ангела своего, чтобы прогнать их». Об этом ангеле упоминается в 5 главе Иисуса Новина. Когда евреи не знали, как захватить Иерихонскую землю, вмешался ангел. У них с Иисусом Новином произошел разговор. Ангел сказал, что они должны обойти стены Иерихона 6 раз и в седьмой день, обойдя 7 раз, вострубить. Тогда стены города упадут. Послушайте внимательно. Этот ангел — вождь воинства Господня. Слово «воинство» в книге Иисуса Новина означает «армия», «воинство небесное». Вождь этого воинства — это тот же ангел, о котором Бог сказал, «Мой ангел пойдет впереди вас и приготовит вам путь». Этот ангел был в облаке и мог всегда их видеть. Когда они пришли к границам землеобитаванной, столб облачный — днем и столб огненный ночью прекратились, ангел вышел из облака. Правда здорово? Итак, он вышел из облака и предоставил Иисусу новину план. Я хочу сейчас поговорить об этом более подробно, потому что перед народом Израиля на пути к получению их наследия стояло три главных преграды. Во-первых, укрепленные города. Это книга чисел, 13 глава, 28 стих. Потом были Исполины. Это уже 38 стих. И третья преграда — это Хананеи. Существовало семь хананейских племен, у которых дети Израиля должны были отобрать землю. Я покажу вам, о чем это говорит. Во-вторых, Исполины, некоторые из них были в два раза больше евреев, и в-третьих, это семь хананейских племен. Все элементы в Библии, имеющие духовный смысл, также имеют отношение к нам сегодня. Так, укрепленные города указывают на духовные преграды, потому что укрепленный город — это преграда. То, что внутри города, остается в нем, и то, что снаружи, не может проникнуть вовнутрь. Дальше я объясню вам это более подробно. Ну, а пока вторая преграда — Исполины, как твердыни в разуме. Число 13, глава, с 28 стиха, когда саглядаты и вернулись, они рассказывали об Исполинах. И вот что они сказали. Нам не захватить эту землю, потому что там живут Исполины, и мы в их глазах, как саранча. Эти Исполины были как твердыни в разуме. Они реально существовали. Но они были твердыней в разуме. Увидев их, они были парализованы страхом. И третья преграда, которую мы рассмотрим, что символизируют хананеи. Они представляют собою проблемы в оплате. Я объясню, почему. Бог сказал детям Израиля, «Если вы не истребите хананеев, они будут бичом для рёбер ваших и терновником для глаз ваших». В Новом Завете есть выражение «жало в оплоти». Оно не означало, что у Павла была какая-то целесная болезнь. Под жалом в оплоти. Он имел в виду нападки на него за проповедь Евангелия. Я могу вам это доказать. Если вы откроете 11 главу 2-го послания Коринфянам, Павел перечисляет 22 преграды, с которыми ему пришлось столкнуться, проповедуя Евангелие, избиение, кораблекрушение. Его побивали камнями и оставляли умирать. Его бичевали, бросали в темницу. Он был часто в голоде и жажде. Он перечисляет 22 разных испытания. Это было жало в оплоти Павла, посланник сатаны. Греческое слово «посланник» — это ангел, который наносил ему удары. Причина, по которой ему приходилось через все это проходить, избыток откровения, чтобы Павел не превозносился. Он не боялся шипов, собирая розы. Куда бы они ни ходили, там начиналось либо пробуждение, либо бунт. Павлу пришлось пройти через многое. Итак, три преграды, у каждой из которых есть параллель с сегодняшним днем. Духовные преграды — это укрепленные города. Исполина — это твердыни в разуме. Хананеи — проблема в оплоти. Итак, твердыни, или в городах это цитадели, они держат вас в тисках, и вы не можете выбраться. Если люди слишком погрязли в твердынях, они вообще ничего не могут принять. Если у человека духовные твердыни, или твердыни в разуме, то если кто-то снаружи хочет повлиять на них, они тут же строят защитные стены. Таким образом, они изолируют себя от всех, ставят стены вокруг. Израилю пришлось столкнуться с укрепленными городами. Стены этих городов были построены для того, чтобы помешать народу Израиля войти в город. Но они все равно вошли, потому что Бог знает, как рушить стены. Вторая преграда на вашем пути — это Исполина. воображение в нашем разуме. Это же надо сделать такое умозаключение. Мы выглядим, как саранча в их глазах. Так сказали саглядатые. Мой рост примерно метр восемьдесят. Я знаю, как выглядит саранча. Их рост не превышает наших подошв. И поэтому, какими бы огромными ни были Исполины, они были в среднем выше израильтян не более чем на метр. Ну, максимум на полтора метра. И говорить, что мы для них как саранча, ну, это уже, знаете ли, слишком. То есть мы на уровне их подошвы, выходит так? Тогда Исполин был бы, как самое высокое дерево. Исполины были не только и не настолько высоким, как казалось израильтянам. Но в своем воображении они построили твердыни, преувеличив проблему до нереальных размеров. Я называю Исполинов твердынями в разуме. Стены могут быть разного рода духовными преградами. А Исполины твердыни в разуме, ну и затем Хананеи, их племена. Это Моавитяне, Амунитяне, Амареи, Ивусеи. Большинство из них заканчиваются на суффикс «тиани». Однажды моя проповедь называлась «Паразитянов». Кстати говоря, имя каждого из этих народов имеет значение. К сожалению, сейчас у меня нет этих заметок собою, но одно имя означает «страх», а другое «погибель». Невероятно, но имена всех семи племен означают проблемы, с которыми сегодня сталкивается абсолютно каждый верующий. Итак, Бог говорит нам в книге чисел, а мы знаем, что Бог мог бы покончить с любой проблемой, с которой мы с вами сталкиваемся. Он мог бы забрать у нас все заботы и тревоги, все проблемы в теле. Бог ведь все может, вы как думаете, но то, что я скажу, вас взорвет. Вы готовы? Надо быть осторожней со словом «взорвет» в Святой Земле, а то меня услышат и арестуют, не дай Бог. Так вот, Бог сказал в книге чисел, «Если вы не прогоните от себя жителей Земли, то оставшиеся из них будут серновником для глаз ваших и иглами для боков ваших, и будут теснить вас на земле, в которой вы будете жить». То есть они будут препятствовать вашему хождению и пониманию. Потому что глаза в Библии это глаза, чтобы разуметь или понимать. Итак, Бог призывает их прогнать эти народы. Если они с ними не разберутся, то Бог говорит, что оставит их в земле чтобы они могли научиться сражаться. Приготовьтесь, дальше будет интереснее. Если бы Бог забрал все ваши заботы, все ваши проблемы, все ваши немощи и сделал вас совершенным ангелочком, то я уверяю вас, «Ваши руки никогда не научились бы брани, то есть тому, как нужно воевать». Вы не научились бы воевать, а научиться воевать можно только находясь в сражении и отражая атаки. Да, как Павел писал, что он умолял Господа три раза избавить его от жала во плоти, но Бог сказал, что не избавит его, но что он дал ему больше, чем достаточно благодати, чтобы сразиться с любой трудностью и победить. А потом он говорит, «Потому я хвалюсь своими немощами, то есть хвалюсь тем, что меня побивают, что я терплю кораблекрушение и что прохожу, так сказать, с круги ада ради Евангелия, для того, чтобы пребывало на мне помазание». Это слова Павла. Я возвращаюсь к основной теме. Когда Рааф сказала саглядатой, «Мы слышали, что сделал для вас Бог 40 лет тому назад, он для вас разверс море. Вы убили два самых больших исполина в этой земле. Мы слышали, что отверзлось Красное море. Ваш Бог, Он истинный Бог». Если бы еще тогда они послушались Бога и пошли завоевывать землю, то им бы не пришлось ждать целых 40 лет, чтобы получить свое благословение. Об этом мое послание сегодня. Они задержали свое благословение на долгих 40 лет, потому что не поверили Богу. Я скажу вам еще одну мысль. Вы можете сами себя отговорить от своей цели, так что у вас займет больше времени дойти туда, куда вы идете. К примеру, вы говорите, «Я для этого уже слишком старый». Кто-нибудь узнает себя? А теперь послушайте. Вы знаете, что Иисусу на вину было 80 лет, а Халеву было 85, когда они вошли в землю обетованную. Халев прогнал три исполина с горы. Он сказал, «Сорок лет назад это была моя гора, так что даю вам 24 часа, чтобы вы убрались с моей горы». 85 лет старику, да? Представляете? И он испугал троих исполинов. И они оставили город, испугавшись старика. Поэтому не говорите, что вы слишком старый для того, чем сейчас занимаетесь. Помните об этих двоих. Если ваша проблема в неверии, вы ходите по жизни кругами, как это делали евреи из-за своего неверия. Так продолжалось 40 лет, пока не выросло поколение, не зараженное неверием. Именно им Бог позволил войти в землю обетованную. И в-третьих, вам нужно изменить ваше мышление. Это основная мысль этой проповеди. Вы должны изменить свой образ мышления. Что я имею в виду? Выйдя из Египта, они обладали ментальностью рабов. Они мыслили так, словно они все еще рабы и находятся под гнетом. Но когда они вошли в землю обетованную, Иисус новин изменил их мышление, заменив его мышлением воинов. Они перестали мыслить, как рабы, и начали мыслить, как воины. и добравшись в землю обетованную, они начали становиться сынами. Поэтому вам нужно изменить свое мышление. Вы не жертва, и не нужно себя винить. Ваше прошлое стерто и прощено кровью Господа Иисуса. Перестаньте жить ментальностью рабов. Под гнетом ваших зависимостей и прошлых промахов. Бог открыл вам дорогу в будущее. Это ключ. И новое поколение детей Израиля узнало о нем. Нельзя жить ментальностью пустыни и получить благословение обетованной земли. Согласны? Это истина. Я хочу закончить тем, что прочитаю вам одну историю. Но прежде прославьте Господа. Один человек родился в Индиане в 1889 году. Когда ему было 5 лет, его отец скончался. Мать зарабатывала тем, что чистила картофель. Когда он был совсем еще юным, ему приходилось заботиться о своих братьях и сестрах. В 10 лет он нашел первую работу. В 6 классе он бросил школу. В 12 лет его мама отослала его назад в Индиану. Он работал за 15 долларов в месяц. Далее стал военным. У него родилось трое детей, он жил в трех разных штатах и наконец в 1947 году он развелся. Он сменил множество работ, пробовал заниматься бизнесом, но у него ничего не выходило. С 1915 по 20 год он работал в сфере права, но прямо в суде подрался с клиентом и его обвинили в нападении. В 25 он переехал в Кентукки и открыл ресторан заправку. В 1939 его ресторан прогорел, поэтому ему пришлось начинать все заново. Он купил скороварку и начал готовить курицу за 9 минут. Он придумал свою фирменную приправу. В 1956 его ресторан все еще готовил курицу, в 1966 он был близок к банкротству. Он продолжал использовать свою приправу, готовя курицу, он назвал свою марку Кентукки Фрай Чикен. Он был неудачником вплоть до выхода на пенсию, но потом стал мультимиллионером. Поэтому друзья, сдаваться рано. Вы никогда не будете слишком старым, чтобы что-то начать, чтобы идти в видение от Бога. Главное иметь правильное мышление. Не задерживайте свое благословение. Не хочу ждать еще 40 лет, да благословит вас Бог. Это Пэри Стоун. Я написал книгу, которая возможно является самой сильной книгой о духовной войне за всю историю моего служения. Она называется «Пища для демонов». День за днем я просыпался в 3 утра, будучи в городе Тверия, что находится в Израиле, рядом с Галилейским морем. Господь положил мне на сердце написать здесь эту книгу, и я бы хотел, чтобы вы прочитали ее. Она не о величии демонов, а о том, как верующие могут открывать и закрывать двери перед злыми духами. Я расскажу вам, как связаны разные духи с депрессией и подавленностью. Расскажу, как победить духа немощи, который в переводе с греческого значит «дух слабости». Что насчет постоянной борьбы и бесконечных покаяний в одном грехе? Вы снова говорите Богу? Я больше так не буду. Но перестать вам не под силу. Возможно ли, что дело в духовном демоническом влиянии? Мой ответ «да». Что насчет детей, которых атакуют различные духи? Дух болезни. Я расскажу вам о том, как изгонять нечистых духов из людей. Расскажу вам о трех уроках, которые я выучил во время своих битв. Моя новая книга состоит из десяти глав. Покупая ее, вы получаете в подарок диск «Музыка ангелов». Ведущий инструмент на этом альбоме арфа. Девять песен помогут вам обновиться и расслабиться. Когда ваши силы на исходе, когда ваше сердце не на месте, послушайте эту музыку. Она поднимет ваш дух, потому что в Ветхом Завете именно звуки арфы принесли освобождение царю Саулу. Моя новая книга «Пища для демонов» и диск «Музыка ангелов» доступны прямо сейчас за ваше пожертвование в размере 30 долларов или больше. Номер заказа FED128. Заходите на сайт Перри Стоун или позвоните по номеру 18821 или свяжитесь с нами напрямую. Не забудьте номер заказа FED128. Назовите этот номер по телефону или напишите мне на почту. Скажу еще раз эта книга является самой помазанной книгой на тему духовной войны в моем служении. Бог открыл мне слово и я хочу поделиться им с вами. С нетерпением ждем ваших писем. Хочу вам рассказать кое-что об Арфе. Вы знаете, что Давид был помазан на то, чтобы играть на Арфе и когда он играл злой дух угнетающий царя Саула убирался прочь. Саул успокаивался. Ученые провели исследование медицинского характера. В рамках исследования они наблюдали за тем, как влияют на человека звуки Арфы. Они пришли к заключению, что этот инструмент может исцелять даже на клеточном уровне. Именно поэтому мы записали аудиодиск под названием звуки Арфы. Эта музыка поможет вам молиться и размышлять над словом. И в особенности, если вы чувствуете себя угнетенным, если вам тяжело, включите этот диск в доме или в машине. Посмотрим, что начнет происходить. Думаю, эта музыка вас успокоит. Книга «Кормить бесов» не прославляет бесов. Она показывает, как мы можем открывать им двери и как нам одерживать победу над бесами. Мы живем в последние дни, и нам важно жить с победоносной жизнью. Я хочу рассказать, куда мы отправимся служить. Мы будем в Брэнсоне, штат Миссури, вечер пятницы, а также суббота и воскресенье. С 25 мая мы послужим в городе Мауми, штат Огайо. Это прекрасная церковь. Жду с нетерпением, чтобы там послужить с 1 по 3 июня в церкви Искупления, штат Теннессим. Это наша ежегодная конференция. Палаточное служение Церкви Божией во Флориде. Только один вечер в понедельник 11 июня. Потом я лечу в Южную Каролину, где с 13 июня послужу в городе Симпсонвиль. Это также палаточное служение Церкви Божией. Потом с 15 по 17 июня мы будем в Огайо, в Тип-Сити, Церкви Христианское Скиния Искупления. Позвольте также напомнить, что в июне у нас пройдет конференция для партнеров. Я буду проповедовать на очень интересную тему. Выберу пять самых захватывающих тем и скомпоную их в абсолютно новую проповедь. Будет очень интересно. В этом году в моей команде появились новые люди, которые раньше служили в миссии. Они взяли на себя множество административных вопросов, чтобы я мог полностью посвятить себя исследованию Писания и молитвы. За это время я наблюдаю огромный прорыв, и Бог позволяет мне получать откровения из Его Слова. Мы также начинаем разрабатывать материал для изучения Библии в малых группах. Это займет какое-то время, Бог ставит нам задачу, мы ее исполняем, и Он дает нам новую задачу. Я рад сообщить, что доктор Кэт Шоу запустила интернет-школу исследования Библии. Это в своем роде интернет-библейская школа. Мы получаем удивительные отзывы от людей. Они пишут, «Я думал, что все знаю об этой теме, но оказалось, я ничего не знаю». Это школа с очень высоким академическим уровнем. Я прославляю моего Бога за те великие вещи, что Он творил и творит сейчас, и что мы были частью этого долгие годы. А я желаю вам благословений. Я хочу, чтобы вы вместе с моей семьей попали на празднование моего 60-летия, которое будет проходить на море на новейшем норвежском круизном судне. Это будет круиз по Аляске, который продлится с 23 по 30 июня 2019 года. За всей подробной информацией обращайтесь на сайт Перри Стоун. Посмотрите, куда мы поплывем, забронируйте билеты на наш круиз, чтобы попасть на все собрания, на которых я буду проповедовать в этих краях. Вы познакомитесь лично со мной и Пэм. Это было ауэээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Продолжение следует...